Быстрее, выше, сильнее. Этот девиз подходит не только спортсменам, его стоит взять на вооружение некоторым чебоксарским строителям. Сегодня глава Чувашии лично проконтролировал, как идут дела на строящихся спортивных объектах в столице республики. С ним отправилась и наша съемочная группа. Маунтинбайк или в переводе горный велосипед. Гор в Чебоксарах, конечно, нет, но все условия для занятия этим видом спорта в столице Чувашии скоро будут. Рай для велосипедистов создают в парке 500-летие. Овраги превратятся в велодром, кольцевую трассу с перепадом высот и зоной для пеших прогулок. Кроме того, здесь будут спортивные тренажерные залы, два бассейна, медицинский восстановительный центр, гостиницы и даже конференц-зал. Иными словами, будет чем заняться даже тем, кто не любит крутить педали. Обойдется такое удовольствие согласно сметной стоимости почти в 450 миллионов рублей. Строительство начато в 2012 году. На сегодняшний день практически освоено 30% от мощности, которую запускаем. В этом году надо освоить порядка 200 миллионов рублей. Республика пока выделила 10 миллионов, федеральное бюджет 133. Мы надеемся, что все же республика добавит, для того, чтобы мы в зиму вошли с отделочными работами. Озвученные суммы – это то, что планируется выделить только в этом году. В предыдущий республик уже вложила в этот объект 55 миллионов. 32 миллиона выделили из федеральной казны. По контракту сдачи, вот в какой месяц? Следующий год мы планировали где-то на деле республики сдать. Если мы с отделкой зайдем, в течение полугода… Как если? Вы в этом бизнесе участвуете, на конкурсе участвовали, взяли объект, контракт заключили. Все четко должно выполняться. Ну а этот объект должен начать принимать посетителей уже осенью нынешнего года. Это сейчас под моими ногами песок и глина. В недалеком будущем здесь появится лед. Это основная арена нового ледового дворца. Основная и тренировочная арена – 7,5 тысяч зрительских мест. Тренажерные и хореографические залы – стоянка. К ледовому дворцу приложил руку сам министр спорта России. Напоминание об этом буквально стоит перед глазами рабочих каждый день. Еще в июле 2011 года на месте строительства заложили камень. Однако сильного действия такое напоминание, судя по всему, не имеет. Из-за разных затруднений первоначальные сроки были сорваны. Хотим закончить все работы в сентябре месяце, а сдать объект в октябре. Основные строительные работы сейчас приближаются, так скажем, к концу. Хотя их, честно говоря, осталось очень много. Но работаем в ускоренном темпе. Чтобы вложиться в озвученные сроки, придется поторопиться, считают специалисты. А если не хватает рабочих рук, глава посоветовал в рабочую одежду переодеваться начальником и тоже вливаться в ряды каменщиков, маляров и штукатуров. У нас были вопросы и проблемы финансирования. Сегодня с учетом принятых решений и правительством Чувашской республики, и государственным советом, мы развязали тот узел, который у нас был. И, в принципе, сегодня в графике работают обе подрядные организации, которые мы сегодня посмотрели. Эти объекты, они дорогостоящие, но мы для себя приняли решение, чтобы создать соответствующие блага для наших горожан, для наших жителей. Как будут эти работы, глава Чуваший пообещал контролировать лично и приезжать почаще, без предупреждения. Ольга Перечкина, Антон Вовк, Республика.